Друзья, сегодня с вами говорим про здоровье кишечника и науку про здоровье кишечника. Соответственно, в этом видеоролике я расскажу то, что полезно, что не полезно. Вы на канале с медицинским психологом-нутрициологом, меня зовут Алена. И я очень-очень долго работаю в сфере пищевого поведения. Погнали! Про кишечник. У некоторых людей есть разные заболевания кишечника, системные. Я не лечу, я рассказываю про то, что важно включить, исключить и как тебе помочь. Первое. Про кишечник. Дырявый и слабо варит, ничего хорошего можно не ждать. Давайте сразу перейдем к способам сохранения и восстановления целостности кишечника. Потому что протекающий кишечник, я в этом уже писала не раз, это существует. Рацион питания при проблемах с кишечником близкий к средиземноморскому. Но и не совсем с поправками наши климактерические реалии тоже имеют место быть. Омега-3. Поскольку кишечник обычно больше всего страдает от воспалений, нам важны противовоспалительные омега-3 и на этой сцене главные игроки рыба хотя бы 3 раза в неделю. Нерафинированные растительные масла. Это супер важная история. Так же как и пробиотические продукты. Квашеные овощи, ферментативные чаи, понемногу чайный гриб. При хорошей переносимости кисломолочные продукты. Это супер важная история. Пробиотики. Пожалуй, они идеальны. Идеальны зимой. При хорошей переносимости тоже нужно подбирать. Бульоны. Костные, рыбные, мясные. Да, очень крепкие и жирные. Делать не нужно. Не все их переносят. Но это лучший источник любимых аминокислот. Глицина и пролина. Свежие овощи, зелень, ягоды. Это полезная микрофлора. Ее поддержка. Здесь мы с вами говорим про то, что не только витамины, но и антиоксиданты. Белковые продукты, рыба, яйца, птица, мясо, субпродукты помогают кишечнику восстанавливаться. А вам оставаться сытыми и не есть на эмоциях. Это очень важно. Про злаковые, я говорила, они подходят не всем, но некоторым подходит пшено и гречка. Немного источников насыщенных жиров. Сливочное масло, разумеется, умеренно. Если есть воспаление, то зеленый чай может помочь. Сразу говорю, что первое, что нужно сделать, отказаться от воспалительных продуктов. Источники глютена, промышленной переработки мяса, сахар, рафинированные масла, искусственные добавки. И важно, умеренность в порции. То есть, вот это очень важно. Некоторые любят навалить все подряд и, соответственно, ингредиенты перемешиваются, перегрузка. Не надо многокомпонентно нагружать свою систему. Просто отказывайтесь от продуктов, которые плохо переносите. У кого-то это беда с бобовыми, у кого-то с молоком. Все знают свои особенности. И очень важно делать приличные перерывы между едой. 4-5 часов. Отмена перетренированности. Люди, которые перетренированы, у них часто и плохой сон, и нарушение пищеварения, и другие проблемы. Тренировки должны быть мягкие, но постоянные. Качество, положительность сна, это супер важная история. Так же, как и массаж живота, куркумин, и источники кальция, и витамина D тоже важны. Еще один момент. Цинк. При дефиците цинка плохо восстанавливается кишечник. Я бы добавила еще черный тмин, полифенолы, чеснок, крестоцветный и контроль стресса. Если есть инфекции, то это вам поможет. И легко, сытно, энергично, приятно можно приготовить дома. Подписывайтесь на мой канал. Легко про здоровье. Соленый.